Привет всем! Сейчас я направляюсь на моем самокате в Хельсинки. Ну, конечно, я поеду на поезде, а потом уже в Хельсинки буду перемещаться на самокате. Могу использовать трамвай, но хочу просто показать вам, что перемещение на самокате очень удобно в Хельсинки, потому что там движение не имеет большой скорости, 30-40 км в час в центре города в основном, и самокат, в принципе, может быть быстрее на самокате добраться, чем на трамвае, например, потому что трамвай тоже надо ждать, до него надо дойти, а мы поедем на самокате. И направляюсь я в один интернет-магазин, это находится в районе Лянсис Атома, и приглашаю вас со мной в поездку, уже включусь, когда буду в самом Хельсинки. Ну что, я нахожусь сейчас на ЖД-вокзале, тут отправление автобусов и тому подобное. В общем, сейчас я буду просто в онлайн-режиме все записывать, все, что я вижу и что я собираюсь делать. Сейчас поедем в Верко-Каупа, я буду ехать где-то 10 минут, наверное. По-быстренькому сейчас проедемся. Путь составляет 2,3 км. Ну посмотрим, за сколько мы преодолеем этот путь. Вообще было 2,3 км рассчитано вот от той точки, где метро находится, там вот выход. Вот оттуда рассчитано 2,3 км. Ну, я не знаю, это со скоростью велосипеда. Сейчас будем перемещаться. Видите, здесь везде светофоры. Это займет время. Ну, вы посмотрите по тайм-коду, сколько пройдет времени. Я буду в онлайн все снимать, пока буду ехать. И будет понятно тогда, сколько реально уйдет время на это. Здесь очень много светофоров. И, может быть, это займет основного времени в пути. Ну, видите, на красный свет люди ходят. Я не буду этого делать. Ну, вот проезжаем здесь всякие гостиницы, магазины. Поеду отсюда, наверное. Охрана ходит, это не полиция, это охрана просто какого-то магазина, скорее всего, гуляет здесь. Вот опять светофор. Где-то там. Улюбить. Ну, здесь мусор, видите. Замусорили все, не убирают. Успеем, не успеем. Надо проехать. Успели. Сейчас едем дальше. Здесь в Кампе находится торговый центр и автобусный терминал там под землей. В горку будем побыстрее ехать. Еще гостиницы везде есть. Не хочу на ту сторону переезжать. Потом лучше перейду просто. Без светофора. Там дальше есть такое место, где можно перейти без светофора. Вот там. Ну, у меня, конечно, немножко чуть даковато камера выглядит на голове. Люди, наверное, шарахают. Само ж никто и не замечает эту камеру. Заодно будете знать, как пройти в порт. Гляньте терминал. В общем, отсюда, по-моему, прямо надо было. Вот эти вот мне не нравятся. Водостоки здесь такие. Я лучше на другую сторону перейду. Там меньше народу ходит. Поедем отсюда. Таким образом будет нормально. А то там люди по той стороне ходят. Там магазины всякие. Дальше. Я не помню, как дальше. Надо было здесь идти, наверное. Ну, пойдем отсюда. На эту сторону. Здесь меньше народу. А вот еще скутерист электро едет. Видите, в горку поднимается. У него помощнее самокат. С него в горку так пер. Мощнее, чем мой все-таки. Вот уже начинает сидеть в барах. Сегодня выходной день. Народ ничем не занимается, как только сидеть в барах. Это мое ощущение такое. Сейчас мы здесь проеем. Я, конечно, дороги здесь... Я бы не сказал. Вот эти вот водостоки, выдолбленные, они не очень, не очень они ощущаются на велосипеде. Вот эти вот. Поэтому вот вижу здесь самокатчик тоже проехал. Скоро уже приедем. Видите? Там вон мужик какой-то бронзовый, да? Вот там стоит. Видите? Шарапов. В кепке. Не нравятся мне эти переходы. Колеса здесь по диаметру, чтобы побольше быть. А, это арендные самокаты. Вон там еще двое парней на самокатах. Сейчас я вам покажу их. Вон они едут здесь. Это арендные самокаты. Здесь уже в аренду сдают самокаты. Вон поехали двое. Видите? Они все одинаковые. Я так думаю, что это в аренду. Посмотрим. Вот. Вот это нормальное дело здесь ходить вот так. Вообще, я смотрю, в Финляндии люди особо не заморачиваются. Нет, машины пошли. Бывает даже и на красный свет идут, когда машины едут. У меня тут на днях около одной железнодорожной станции мужик вообще под автобус пошел. Даже не посмотрел. Ну, как бы от светофора в 10 метрах пошел на красный свет. Я еду на автобусе и он просто идет не спеша. Ну, там скорость маленькая, но мне пришлось даже притормаживать, чтобы он прошел. Я ему сигнал дал, но он вообще даже не проигнорировал, даже не посмотрел в мою сторону. Так что вот так вот здесь люди не знаю, я считаю, что неправильно. Если есть права, они должны действовать, правила, то они должны действовать для всех. Если человек, ну, они созданы не просто так. Получается, люди игнорируют, почему водители штрафуют за то, что они на красный свет ездят, а пешеходов не штрафуют. Должно быть то же самое наказание. Ну, я не знаю, наказывают ли в Финляндии пешеходов за красный свет. Как-то это все так видно. Если люди ходят, значит не наказывают. Посмотрим. Ваши нету. Можно ехать дальше. Конечно, на велосипеде здесь можно и побыстрее ехать. Вот эти вот вырезы в асфальте, они вообще не по душе. они вообще не по душе. Ну, как бы, ну, что это такое? Каждый 2 метра асфальт вырезан. Понятно, они эффект свой имеют эти вырезы, но ладно, не буду вас отвлекать болтовней. Смотрите, как выглядит Хельсинки. Наслаждайтесь. А я буду пока перепрыгивать эти места все, чтобы самокат не ломать себя. Ну, не знаю, я вот из-за таких вещей расстраиваюсь. Постоянно притормаживать надо эти места объезжать. Здесь вот получше сделали все-таки. Более такой плавный съезд на этих. Я, скорее всего, чуть-чуть ошибся и дорогой, надо было по параллельной дороге ехать. Ладно, как есть, так есть. Здесь вообще какое-то запустение. Непонятно. Так, как будто недоделанно что-то. Здесь тротуара нет полностью. Или его сняли, что-то тут делали, не поставили обратно или еще что-то. Но мы уже почти приехали. Такой район здесь. Не знаю, тут что-то напоминает как ванную. Плитка так выложена на стенках. Не очень для Хельсинки, мне кажется. как-то дизайн такой. Может быть, старые дома восьмидесятых годов. Я не знаю, я могу ошибаться. Я помню в одном месте Хельсинки. Ух ты, трамвай. В одном месте Веспо я прокомментировал район там такой-то, такого-то года, а потом оказалось, что там не того года, как я говорил. Ну, покажу вам маленький обзорчик. Вот. Так выглядит. Там Радис он находится, гостиница. Трамвайчик вот этот такой. просто на секундочку отвлекемся и поедем дальше. поехали. Какая-то площадка детская. А, для собак. Вот, смотрите, кому интересно, у кого собаки есть. Сейчас я велосипедную дорожку проеду. вот собака для ой, площадка для собак. Ну, может, еще для каких-то животных, я не знаю. Дорожка здесь. О, канал. Это море. Дорожка не для велосипеда, не для самоката. Так, а там не пройти, там, получается, все закрыто, отсюда обход должен быть. Вообще, я должен был там поехать, вот в том месте. Ну, поедем здесь. Вон, обратно пути, может быть, по-другому как-то поеду. Здесь какие-то непонятно, что это такое. Шахты лифтовые строят, или что это, вообще не понимаю. Ну, похоже, как лифтовые шахты, а потом, наверное, будет такой дом стоять, непонятно из чего. Я предполагаю, что это лифтовые шахты, для меня неправильное предназначение. Вот. Камушком все выложено, не ахти кататься. Где-то должен быть знак, как дальше ехать вообще. Но я знаю, что параллельно нам надо будет ехать. Сейчас я, наверное, налево сверну и поедем отсюда. вы-то наслаждаетесь видом, а мне тут надо еще думать, чтобы не врезаться в кого, поэтому я вообще не думаю о том, что я снимаю, просто еду и показываю. Здесь новые дома тоже построили. Я здесь никогда не ходил, я ездил по той стороне, где закрыт там был проход. Здесь ни разу не ездил, сейчас посмотрим. Здесь один раз я на такси ездил, когда работал в эту сторону. Там он мост какой-то сделал через дорогу. Поехали отсюда. Вот теперь здесь уже точно можно пройти. Вот. Еще трамвай. Какой турист с флягой на этом, на сумке. Мы отсюда поедем. Вот уже почти в Лянсе терминал приехали в этот, где паром. Вот такая гостиница. Кларион называется. Парень ходит, не смотрит под. Вообще идет как-то странно. Судил человека, может быть, он чем-то занят был, а я его уже странным назвал. Нельзя так осуждать людей. Видите, велосипедная дорожка, я на самокате еду. Где-то мне говорили, что... О, я себя вижу. Где-то мне говорили, что самокат не является велосипедом, но я считаю, что это все равно приближенное и считается транспортным средством. Я так думаю... О, он меня обогнал, смотрите. Так, машины. Показали. Благодарность. Он едет быстрее, чем я. Это нехорошо. Но у него педали есть, у меня педали нет, я могу только ногами помогать. Вот. А он педалить может очень хорошо даже. Я уже почти приехал, вот он сигнал использует. У меня сигнал почему-то не работает, надо настроить его будет. Можно тоже звонить будет. Надо будет посмотреть в интернете, как его правильно настраивают. Сообщения какие-то приходят. Он здесь что-то перестраивают даже. О, здесь ремонт судов идет. Смотрите, раньше я чуть не помню, чтобы такое было. Вот, надо будет ждать. Мы уже почти подъехали. Уже здесь рядом, за углом там. Вот, Верху Калпа магазин. Парковка для Верху Калпа здесь находится. А этот мужик уже умотал, он уже там далеко. Поехали. Теперь, наверное, отсюда проедем. Видите, уже выставили парковочные места для арендов велосипедов. Вот эти желтые, это можно в аренду велосипедов будет брать. Там еще кто-то на самокате поехал. На электрическом. Ну, мы уже приехали. Вот здесь на первом этаже находится вот этот магазин. А вот парень на самокате на электрическом гоняет. вот покажу вам писающего мальчика, который перестал писать на зиму. Видите, такой он испуганный, хулиганит и писает. Но он должен писать, но он не писает. Не знаю, кто такое придумал вообще. Ладно, сейчас зайду в магазин, получу свой товар и тогда и тогда уже поедем обратно. Проехали 3,6 километров. А нет, 2,7 2,8 километров вообще проехали до Сюдова. Ну что, едем сейчас к Стокману. Не знаю, даже записывалось у меня видео, не записывалось. Что-то я не понял. Может быть, я не нажал на запись, поэтому вы ничего не увидели. Но надеюсь, что все-таки записывалось. Если не записывалось, то смотрите с этого момента. Я еду сейчас найти место, где сдают в аренду самокаты. Ну, во всяком случае, я надеюсь, это место найти. Не знаю, получится, не получится. Посмотрим. Уже почти приблизился, приехала к самому центру. Я даже не могу сказать, где точно здесь центр. И мы так уже в центре находимся. Вот. И я сейчас рассчитываю здесь где-то найти место, где есть парковка для самокатов электрических. У нас, повторюсь, может быть, у нас две фирмы, вроде как, я читал уже, есть, которые сдают в аренду самокаты. Я вот сегодня видел несколько... Ух ты, какая такси, смотрите. Ничего себе! Вот это такси! Ничего себе! Вот это такси! Вот это такси, ребята! Таких такси я не видел еще. Джип такой. Сколько у него топлива уходит, чтобы катать людей. Тут бывает в Хельсинки, многие таксисты жалуются по полкилометра, по километру от одного бара к другому или там от какой-нибудь остановки к бару или там от какого-нибудь этого отеля к бару например проедут. Представьте, сколько у него на топливо уходит, чтобы, например, проехать это расстояние. Не знаю, что он зарабатывает с таким объемом мотора, с такой мощью. Не знаю, по-моему, не выгодно на такой машине ездить. В такси, наоборот, надо малолитражку какую-то. Может, и грузовое такси какое-то. Вот стоят, мешают проехать. Здесь так и ничего не сделано, ничего. Когда сделают, непонятно вообще. Пока маленький обзорчик, пока зеленого нету, сделаю обзор вам. Так. О, поехали. Перейдем здесь. Спасибо. По закоулкам ходить. Нет, я оттуда не пойду. Мне надо дальше туда, вперед идти. Отсюда где-то есть проезд туда. Вот на ту улицу я хочу выехать. Там точно должен быть, мне так кажется, место, где самокаты в аренду сдают. Просто хочется посмотреть. Может быть, вам интересно будет. Если не будет, то можете выключать уже. Все. Все ездят, и я езжу. Где-то вот на этой улице, я так понимаю, это дело было. А может быть, я ошибаюсь, может быть, туда ближе надо. Сейчас посмотрим. Если здесь нету, то поедем на соседнюю улицу, проедем. Где таксист остановился, молодец. Можно поблагодарить даже. Если не отсюда, то со следующей улицы. Нет, здесь нету, надо на следующую улицу ехать. Поехали на следующую улицу. А ладно, поехали отсюда. Видите, как на самокате удобно. Не здесь так туда, там пешком-то вообще это в два, в три раза, в три раза дольше ехать, идти вернее. О, как тут. Ну вот, дорога здесь неровная, как видите. Что-то все перекопано, что-ли, было когда-то. Все ямки объезжаю. Неровная дорога, не умеют переделывать. Переделали, так надо выровнять ее. Вот здесь нормально все. Сейчас посмотрим с другой стороны. Вот эту улицу я как-то показывал. Ну, где самокатчики электрические, электросамокатчики. я думаю, вот на той, где Стокман, на соседней улице где-то должно быть это дело. Посмотрим. Хотя бы найти. Я думаю, что сегодня вы уже достаточно много интересного посмотрели. О, на скрипке мужик играет. Не знаю, меня не забанят за то, что я музыку поставлю. Посмотрим. Здесь нету самоката. Здесь тоже нету. А где же? Где же их тогда в аренду можно взять? Поеду на ЖД площадь к центру. На железнодорожную площадь. Там, может быть, они есть. Здесь я не вижу вообще ничего. Сейчас еще выйду здесь, гляну. И если здесь нету, то... Ну, где-то же они должны быть, правильно? Где-то должны быть. Потому что писали, что уже две фирмы. люди ездят же, катаются, значит, они где-то берут их. Здесь просто велосипеды паркуются. Здесь нету. Нет, поедем к ЖД станции. К ЖД станции едем. А вот ЖД станция прямо-прямо нам ехать и все. Жгать нельзя. Я просто не знаю, где еще потом. Может быть, если не найду сейчас, то потом уже в другой раз. Вот. Здесь разные фирмы, всякий банк есть уже. Банкомат или что это? Банк? Вроде бы не банкомат. Вот так вот здесь все это выглядит. Народ как-то вяло уже ходит. Встали все. Еще на велике гоняет парень. Не знаю я или вот здесь снег лежит. Может быть, еще каток работает. Сейчас посмотрим. Потому что этот каток снимал уже. Нам на эту сторону надо перейти. пешеходному переходу. по правилам. Еще один красный по красному свету ходит. и все. Вот смотрите. Один показал и все пошли. Вот так. Ну это иностранцы какие-то. Я не понимаю на каком языке они говорят. Это не местный вообще язык. Там вот для велосипедов я вижу. Не знаю где для самокатов здесь места. Где-то же они берут их. Где-то есть. Надо просто в интернете смотреть. Но я сегодня уже не буду этого делать. Вот кстати ЖД вокзал. Кто не видел ночное время время причем как ночное в темное время. Вот пошли. Все. Весело им. Видно приехали откуда-то путешествуют или с экскурсии приехали. сейчас подъедем туда. Снег там лежит еще. Это каток. Не знаю почему снег не вывозят оттуда. Кстати его каток отгородили. Видно они уже собрали его. я вижу здесь нету самокатов в аренду. Ладно я прожужжал вам все уши уже наверное этими самокатами поэтому я думаю что на этом я наверное закончу это видео и буду закругляться мне надо сейчас будет посмотреть во сколько поезд отправляется и я поеду домой уже тогда. Друзья на этом я закончу это видео. Спасибо всем за просмотр. Смотрите мои другие видео и уже увидимся в следующем видео. Пишите комментарии понравилось не понравилось вам такой стиль поездки на самокате и изучение Хельсинки. Если понравилось напишите а если не понравилось и кстати если понравилось может быть что-то может добавить можно не знаю но я все равно буду снимать в таком стиле мне нравится такой стиль самому так на этом все до следующего видео все пока